С 1 апреля многодетные семьи края получат дополнительные льготы. Ранее президент России подписал указ об установлении федерального статуса многодетной семьи, который будет присваиваться бессрочно. На реализацию господдержки планируется выделить свыше 1 миллиарда рублей. На сегодня в крае проживают около 33 тысяч многодетных семей. Из льгот для детей они смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, посещать театры, музеи, парки культуры и отдыха, смогут бесплатно питаться в школьной столовой, а также их будут принимать в детские сады и выдавать путевки в оздоровительные лагеря в первоочередном порядке. Помимо этого их будут бесплатно обеспечивать лекарствами. Для родителей предоставят социальные выплаты и льготу в размере 30% на оплату коммунальных услуг. Матерям будет досрочно назначена пенсия. Поддерживать семьи будут пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года, в зависимости от того, учится ли он в образовательном учреждении. Ямочный ремонт на дорогах Барнаула стартует в середине весны, сообщает прислужба администрации краевой столицы. Сейчас готовят список участков дорог, наиболее важных для движения. Когда его согласует специальная комиссия, работы начнутся. Их будут вести по технологии холодного асфальта. Такой метод позволяет делать ремонт при температуре до минус 10 градусов. Горячий асфальт кладут при температуре не ниже плюс 5 градусов. Пока не растает снег, водителям придется соблюдать осторожность, чтобы не лишиться колеса и подвески. Новый корпус поликлиники открылся на базе городской больницы номер 3. Реконструкция длилась 3 года. Губернатор Виктор Томенко вместе с главным врачом Московской городской клинической больницы номер 52 Марьяной Лысенко осмотрели обновленное здание. И подробности узнала наша съемочная группа. 62 кабинета теперь работают в новом поликлиническом корпусе городской больницы номер 3. Реконструкция здесь длилась 3 года. За это время полностью обновили здание, закупили современное оборудование и открыли новое рентгенологическое отделение. Если раньше пациентам приходилось делать снимок по другим адресам, то сейчас пройти рентген можно не уходя из больницы. Здесь установлен цифровой аппарат. Аппаратура вся абсолютно новая, аппаратура цифровая. В тех корпусах аппаратура, именно рентгеновские аппараты, они пленочные. Исследование занимает гораздо меньше времени. Лучевая нагрузка снижается. И также информативная снимка, она выше. Помимо рентгеновского аппарата в поликлинику закупили новый флюорограф и маммограф. Обновили и другие диагностические отделения. Среди них инфекционный блок, кабинеты хирурга, офтальмолога, стоматолога и многие другие. Все они уже начали работу. С сегодняшнего дня мы начали уже прием. То есть узкие специалисты, эндокринолог, невролог, кардиолог, в том числе участковая служба. Такие обследования, как ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика. Все уже начали работу с сегодняшнего дня. Губернатор края Виктор Томенко и главный врач Московской городской клинической больницы номер 52 Марьяна Лысенко оценили проделанную работу. По словам главы региона, разница с тем, что было всего пару лет назад, видна с первых шагов. На этом останавливаться не собираются. На этот год запланировали мы 28 объектов новых построить, ввести. Значит, здесь и те же самые врачебные амбулатории, их побольше, чем в прошлом году. ФАПов чуть поменьше стало. Несколько поликлиник, я думаю, в ближайшее время в Советском районе поликлинику мы введем. Идет строительство в Рибрихе, в Смоленском районе, Зональном районе и так далее. Общая площадь реконструкции – 1300 квадратных метров. Работать в новом отделении будут как прежние, так и новые специалисты. 10% персонала уже нашли и трудоустроили. Дарья Эндерс, Сергей Седых, Новости. Волейболистки Алтай и Агау потерпели очередное поражение в Иркутском туре выше Лиги Б. Команда на шестой строчке замыкает турнирную таблицу. В 28 матчах в ее активе лишь три победы. На этот раз обидчица барнаульского коллектива стала Забайкалка из Читы. Хотя начало встречи было для студенток многообещающе. Алтай выиграл первую партию – 25-21. А во второй и вовсе игра шла исключительно в одну сторону – 25-9. Для долгожданной победы коллективу из Барнаула нужно было забрать еще один сет. Забайкалка смогла навязать борьбу и выиграть эту партию – 27-25. Студентки не смогли оправиться от такого выпада со стороны соперницы и отдали еще один сет. На тайбрейке, где счет идет до 15 очков, сильнее оказались читинские волейболистки. Итоговый результат встречи – 3-2 в пользу Забайкалки. Следующую игру Алтай проведет сегодня. Соперницами станет опытный «Динамо Владивосток». И у меня на этом все. Спасибо, что были с нами. Не переключайтесь. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!